Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Лука Синьорелли, итальянский живописец позднего возрождения Умбрийской школы. Его настоящее имя Лука де Джиджо Дивентура. Родился и Думил в картоне Тоскана, здесь чем в некоторых источниках художника называют Лука из картоне. Его отец и его предки были художниками в картоне в течение нескольких поколений. Лука Синьорелли учился в Варецо, в мастерской Пьера де Ла Франческо, как свидетельствовала Лука Пачори и позднее Джорджи Вазари. Я пользуюсь переводной википедией. Испытал влияние Антонио Палалайло, в особенностях передачи «Анатомия человека и движения фигур». Работал во многих городах Средней Италии, при дворах Лоренцо Медичи во Флоренции и Федерико де Монтефельто в Урбино. Около 1470 года женился на Галиции де Пьера Каранески, от которой у него было четверо детей. В течение своей жизни Синьорелли вел активную деятельность на службе администрации картона. 12 раз занимал должность приора между 1480 и 1523 годами. 10 раз избирался в Совет 18 и 12 раз в Генеральный Совет. В 1512 году был назначен послом картона во Флоренции. Расписал множество капелл. Лукасио Ньорелли известен главным образом благодаря впечатляющим росписям в капелле Мадонны Ди Сан Бриццо, собора Орвието, отличающимся религиозной глубиной и драматизмом в сочетании с натурализмом в изображении отдельных фигур. Фрески капелла – один из выдающихся циклов на тему апокалипсиса. Отражает особенности сложного перехода от эстетики Высокого Возрождения к холодному и вторичному стилю манеризма XVI века. Согласно источникам, Микеланджело вдохновлялся этими произведениями, создавая свой страшный суд Сикстинской капелле в Ватикане. Фрески, созданные Синьорелли, производят ранное и неожиданное впечатление. Написанные в относительно позднее время, они демонстрируют кризис изобразительного метода Высокого Возрождения, созданного десятилетиями ранее великими флорентийскими и римскими художниками. Джордж Вазари в своих жизнеописаниях отметил, что Лука Синьорелли – превосходный живописец, о котором во временном порядке нам теперь надлежит сказать, что в свои времена считался в Италии весьма знаменитым. О произведении его ценились так, как ничьи другие, какое бы то ни было время, ибо в живописных своих произведениях он указал способ изображать ногу и тело так хорошо, с таким искусством и с разрешением таких трудностей, что оно кажется живым. Мускулистые ноги и строгая композиционная симметрия – характерные признаки живописного стиля Синьорелли, большое влияние на формирование которого оказал его учитель Пьеро Делла Франческо и братья Антонио и Пьеро Палалайо. Этюды Синьорелли отличаются микеланджеловской динамичностью и пластичностью. Ну вот так вкратце из переведной Википедии о итальянском художнике-живописце позднего возрождения Умбрийской школы Лука Синьорелли. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok